Выше всех в Украине определили самую высокую новогоднюю ёлку. Она перещеголяла даже столичную. Правда, в отличие от неё, это искусственная. В каком городе стоит рекордсменка и как вычисляли её точную высоту, видели наши корреспонденты. На Харьковскую ёлку геодезист смотрит в глазок швейцарского роботизированного тахеометра. Прибор, которым будет замеряться высота ёлки, мерят с точностью до плюс-минус один миллиметр. Мы берём основание ёлки, самую верхнюю точку, и прибор сам указывает высоту, превышение относительно основания. Лазерным лучом прибор измеряет высоту и выдаёт результат. 36195 дельтаж. Измерения подтвердили, ель в Харькове действительно самая высокая – 36 метров и 20 сантиметров. Другое место – Киев, ёлка 29 метров. Третье место – Днепро, новоречная ёлка 28 метров. Ну и далее в ЖД Рівне – Винниця с новоречными ёлками 22 метра. Харьковская ёль – искусственная. А такой огромной получилась, потому что делали её пропорциональным масштабом площади свободы, самой большой в Европе. Собирали дерево как конструктор. 12 человек работали целый месяц. У неё порядка 100 километров гирлянд на ней установлено. У неё уникальное разработанное программное обеспечение индивидуально для конкретно этой ёлочки. А вот в рейтинге самых высоких живых ёлок победила та, что установлена в небольшом городке Зеньков в Полтавской области. Там просто украсили дерево, которое растёт на площади уже полвека. Там 28 метров, але она растёт уже 55 років, ця ялинка. И вы знаете, мы завжди пропонуємо брати цей приклад іншим краям, іншим местам, містечкам и селам выращивать свои новоречные ялинки, які будуть живі, які будуть радувати не тільки під час новоречних свят, а й целый рік. Если же сравнивать с мировыми красавицами, то признанной великаншей стала ёлка в Мехико. Её высота 110 метров, она тоже искусственная и собирать её начали ещё за два месяца до Нового года. Данил Снисер, Светлана Жекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер.